извиняюсь что припозднился чутка уйти будет масло на спады и чё-то забыл взять это кому надо шалфир спасибо так ну 6 силов у нас 5 батисин тег потому что у нас чарки на монарек у обоих оба где-то в сумме к 13 14 к рисуем а ну а у 2 около ну вот же синтег мы оба рисуем она у нас чарки ст и а это работает только на группу еще тогда геншина выкинуть наш меня у меня османи все-таки шекторы выкинул там вот но это у вас там и тотемы и все посмотрите если тотемы будете ставить допустим бидон список чтобы давал вместо как-то вместе спешитесь там чтобы он знал кому ты старше бы одновременно это делали но шалфир с призывом я думаю если это особо не грозит там там через освобожден кем она как бы не пребывается но так у нас в принципе 5 норов и мир и есть и гимны и все есть но сс и давай чё мифик на сын тека кидай притон на вот же но они кромантика давай на злобного отдать пожалуйста каску приставов под рудом большое спасибо я пошел запускать захиливаемся тяжко скоро будет а и и и и и Заду кружок, две слева, две справа. — Это последняя. — Не разбейся. — Да, последняя. — С губами осторожнее. — Препещите, святые, ибо ваша шалкая магия теперь не стильна. — Тяжко скоро будет. — Беги, малышка, беги! — Вы чувствуете, как лейтеная ладонь смерчим сжимает вверх. — Ты там шебуршит, нахуй. — Здесь ваше сражение и окончится! Никто не уцелеет! — Справа далеко. — Слева. — Слева близко. — Справа близко. — Как вчера делаем, да? Глыбу оставляем. — Че, не хуй знает. Посмотрим, попробуем. Если я не проебусь. — Беги, малышка, беги! — Готовьтесь ему щиток дать, вставалку юзой. — Виндерке ему там злобный вадикон по бидону закиньте. Катится в конце. — Фулл баф по бидону. Каску, лапу, приступав. — МП5. — Слева падает. — Блять! О! — В щели. — Когда синдра садится будет, злобный резнешь. — По центру падает. — Последняя, четвертая. — Все, злобный рез, а не кромантику. — Сразу вы захильите. — То же самое. Каску, лапу, приступав. — Фаза один процент. — Все, пошла фаза. — Глыба три секунды. — Великий, уже уходите. — Первую звезду сразу разбить. — Рарник. — Сразу его разбиваем. — Сразу скинешь, сразу меняешь. — Сразу скинешь, сразу меняешь. — Ибо ваша шалкая магия теперь безсильно! — Так. — Следующую звезду будет притяжка Кирсорли. — Великие отошли. — Максимально дотаем босса. — И вилашу хилим, сейчас он танчит. — Ждем притяжку. — Когда каст притяжки закончится. — Разбиваем глыбу. — Готовимся. — Каст притяжки закончился. — Разбили глыбу. — Следующую звезду сразу разбить. так собираю и так сразу разбиваем освобожденка вычете танк следующую тоже звезду и разбить велики ушли не заморозьте лишние метки только я не скинул геншин звезду и сразу разбиваем освобожден казанов это захиливайтесь хорошенько все разбиваем следующую звезду будет притяжка останавливаем дамаг так и диски двое к романтику заехил если будет еще освобожденка я язык нам готовимся будет притяжка не бьем глыбу вот отличать освобожденка в конце притяжки разбиваем хорошо нормально прожимки есть все следующую звезду сразу разбить седжу велики ушли велики ушли тихо чё-то гимна ману тебя дать или чё да не просто освобожденки могу еще не парьтесь гимны на хп есть если что подстраховочная не скинул следующую звезду и сразу разбиваем только не сразу это последняя звезду остальные в сторону разбиваем шалфир на хп мне надо сейчас скинуть и вилашу захильте вилашу захильте 5 силов и вилашу захильте быстрее чем-то все иду менять его все остальные в сторону и фул дпс по боссу все добиваем незыбка все в сторону и геру геру и фул дпс на незыбка есть можете не париться не сдохну фул дпс 4 ляма добивайте гимны на хп там ген шандаж когда будет рейд проседать все дал не зыбку сторону вынести кто там лям добили так ничего ничего сложного ну вы исполняете ахмани упала и просто этот как он называется я квест кстати сделал на синдром вчера который в обучке проебали по факту мы сделали так в ней ничего нету такого сложного просто были баги разные да ну первые три троя которые делали было нормально ну играйте нормально вот и еще чтобы в обучке так играли ну в обычке вообще не знаю закрытыми глазами убиваться все сейчас самое главное сейчас не расслабляйтесь надо профа убить персоре правда вот крита не было на миле вчера да и пойдем плеча бить так что булки не расслабляйтесь кстати тут походу никому сопрота не надо я вот если честно забыл убежать сопрота ну потому что тактика такая мы стоялись ну два стака и скидывали два стака и скидывали хорошая тактика рабочая тут значит дпп ну так то можно дп просто дороже чем сопрота два раза где то смысле к выносим друз дает драконе показы я уж думал бля и кольцо не мне досталось после рейда тогда сдан квест ну конечно пошли на профа этот сумму нёте тогда за камнем быстренько если еще вчера активировали комнату здесь вообще не стойте да как как есть такая ставать честно перепевать ну точнее пока dd есть пускай будет сейчас я подумаю еще по какой тактике бить по этой пускай это самое сейчас посмотрим ну конечно же джайна до лечи хуйня на самом деле мы десятки убивали историю подтвердить лечь пидор в десятки ну мы-то с ним десятки поедёмся на сколько над долгой как что делать сколько раз комнате умрут люди да кто какая комната блять ничего накурились вообще туда вся сложность лича нахуй это сквернение это сквернение одновременно с вальками вот и все нахуй ну еще там айкью надо блять но больше двадцати нахуй чтобы от черепка отбегать нахуй а не бежать вместе с ним нахуй когда он и блять там расслабиться чтобы себя в реке реблять одно место летели как раз тут есть некоторые исправления блять сирюс кое-что нам под насрал блять но это не страшно одна валька будет в одну сторону лететь а две в другую там какая-то рандомная хуйня нахуй бывает на что они в одну летят вот вчера если бы не подосрала вот это синдра еще вчера ее убили а сейчас боже да да венха хотя хуй знает ну да венха это кто там шептер да да венха то может из пдх сделать камень история можешь за руку я могу микромантика не отчет со знаками в этот раз что-то знак освещенного завоевателя все три одинаковые выпали где где знак на руку ладно это все круто замечательно вот рыба я объясню один раз вы не должны ловить не пельмень не удушливый газ от колбы не взорваться на колбе не стоять у лужи больше одного тика на 2 тика это у вас меньше половины хп уже вот вот эту хуйню нельзя ловить дамажить босса по максимуму и когда есть две переходки на 80 и 30 и вам нужно оставлять бурсты свои горгули там всю хуйню блять копии блять любую залупу все бурсты надо оставлять на этот вот объясни про колбы вот эти метки которые решатся вот лично ничего делать какие клубы ну вот не зеленая зеленого красный красного дарила по-моему ничего не меняется на это все заебись давайте я буду рассказывать значит появляются зеленая и красная кружка на это метка где вот пересыщение вот это премиум вип вас висит в эту хуйня там будет значок ваше действие на переходках или 2 на 80 на 35 вы должны увидеть какого цвета у вас значок вот но существует две тактики и стоять вон делу ковский портал всем у кого зеленая метка то есть когда переводится босс вы видите уже до 80 процентов пол процента вы позиционируетесь примерно вот здесь в этом месте чтобы добежать до вот этого места но вот этого уголка было недолго вот и встаете сюда спиной вот чтобы когда зеленый слизень он пойдет только в цели с зеленым дебафом и чтобы когда он сюда пришел он взрывался и откидывал вас но при этом вы оставались на месте и воды продолжали дпс вот есть такая тактика но есть тактика без этой хуйни есть тактика просто но она называется это устала блять то есть когда вызов двух слизней идет рдд сейчас на себя метку повешу рдд позиционируется вот примерно здесь вот где бегу они отсюда достают до красного начинают его дамажить зеленому до сюда ну так же далеко почти как и доставайте вот и идет выбор цели рдд в этот момент ну все кто с красным дебафом соответственно милики есть и красные они не подходят красным по концу не выбрал начинают бить красного это уже дома вот и когда зеленый выбирает цель он выбирает ее и эта цель стоит вот либо ёбаный в рот я ему мечом уебал давайте посмотрим а у нас будут завтра можно быть еду качнуть сколько немножко там еще лям 200 осталось вот так вот если разделить на калькуляторе сколько это будет лям 200 на 1500 до 4 с половиной 4 дня будет поставок разделить на 1000 до сколько значков это восемь тысяч значков надо нихуя откуда столько взять начать и попить войск эти все делаются просто быстрее можно купить кое-что делать можно и вот из них делают ребята да быстро прокачается чего там за недели две у нас будет или но я каждый день вас проформлю короче самое главное это на переходке нужно оставлять бурсты вот босса начинаем бить да вы бурсты не даете ни крылья ничего потом слизень там первый появляется потом мы его там переводим вот и на переходке когда два слизня появляются вы даете бурсты чтобы убить из них можно быстрее а на второй переходке уже гера дается на тех слизней чтобы именно и захилить рейд было быстрее и задамажить их два слизня ну и потом последняя фаза там короче надо будет танчить вот четвертый стак еще рейд не сдохнет а на пятом стаке уже сразу шутни царей нужно будет забирать стаки с босса чума мутируешь и она каждые 10 секунд обновляю но настакивается на танки вот чтобы ее забирать нужно таунтить но это может хан делать хан ты умеешь эту хуйню делать моему ты делал кстати воровать на вас фазе да ну по анонсу буквы если так сам надо надо чтобы был человек который может сам смотреть за таймерами а мне нихуя короче короче тебе надо научиться за сегодня научить ну чтобы ты смотрел чтобы у тебя есть дбм чтобы ты смотрел в дбм нашел такую полоску мутирующая чума у нее идет отсчет 10 987 так делится потом 5 10 98 это потом опять и 10 987 и ты эту хуйню если найдешь то ты тогда сможешь стать скилованным хантом вот пока что у тебя уровень низкий у меня вылетела надо понимать что стрела стране сразу доходит до босса это стреляет ну да то есть ты ты ну допустим секунда остается ты уже выстреливаешь ну наверняка лучше там полторы секунды нет что она у тебя долетит он на тебя кинул и танк уже забрал обратно вот ну я буду в кукле и виланша ты будешь водить я думаю ты водил помнишь как чего так потом чё к этого от перебью косни мечта когда я или так ну это кто некромантика на вот ты можешь лучше ты они вроде побольше дают пускай ты будешь кидать набра вот на главное на переходке на переходке когда выливаются 20 сняты прям недалеко от зеленого стоит ну стоишь вот где-то вот здесь по центру до выбираешь его цель быстро ему кидаешь и выбираешь красного быстро ему кидаешь и отбегаешь вот в эту сторону хорошо хорошо так но позиции у нас есть а у нас очень простые вот милики милики на фазе когда вторая фаза вы босс подводится зеленым вы бьете зеленого то есть зеленого и их который стоит в треугольнике вы бьете из позиции со стороны квадрата то есть да он вас когда будет к оставаться взрыв он будет выбирать вас и вы будете от квадрата отлетать открытать будете как раз сторону рдд вот будут здесь находиться когда будет переход к короче попробуем по по тактике под столом сыграть когда будет переход к мы будем это собираться у стола то есть все милики кто там хилы собираются у стола вот и слизи но слизни замедленные значит это слизи из треугольника идет до звезды в цель как мы встаем и куда мы отлетаем вот если цель в звездочки ровно мы встаем в кружок то есть с этой стороны чтобы отлететь в центр комнаты обратно вот это на переходке когда два из слизни зеленый и красный то есть и те кто даже с красным дебафом вы и бьете одновременно кроме миликов конечно милики бегают за красным бьют и rdd которые бьют с красным дебафом они тоже могут сбежаться чтобы поделить урон от взрыва зеленого снято есть стать в кружок ну и отлетают сюда соответственно когда сюда вы отлетели делаете там пять шагов назад слизень выбирает цель вы его но rdd пока добиваются и не выбрал цель и сюда в центр ну и дальше уже вот на этом моменте ну максимум что может быть если если будет второй взрыв и у слизни ну не пять процентов хп то грубо говоря не хватает дпс а на слизней с ней с ней бить надо так как будто она я не знаю будто это пиздец как будто вы берете рейтинг арена 5000 так хуярить надо что прям просто пиздец при под и если пьете короче не знаю первый прибор можете не пить хотя оставьте при под на тот который вот гера будет на на вторых слизней вот когда именно них надо бить вот на этот момент только петь и все но там дальше соответственно босса от стола будет водиться либо одну либо другую сторону как как ходить вы знаете он допустим ваш эфире пускай будет звездочка для этих для rdd на рарнике пускай будет квадрат для миликов я думаю все вы понимаете что что тут надо делать вот самое главное пельмени кого бы не ловить еще такая хуйня может быть что когда вылился зеленый и прав кидает лужи а он выбрал цель здесь где-то в ртд и лужи эти стоят ну он пойдет сюда ну я не знаю как я там на гукле буду успевать нужно будет на этот момент дать не зыбку еще он может в этот момент и пельмени туда же кинуть вот то есть если какие-то способность есть допустим блинк и телепорты у локов у магов и или ридарское говно какой-то используйте эту хуйню урогов урогов если вас выберет в эту хуйню ну и вы в луже стоите вы соответственно ваниши можете скинуть он цель будет выбирать заново смотрите там немножко скилл появляйте 1 короче давай попробуем посмотрим как играет рейд на синдре все нормально на профи тоже должно быть нормально значит по последней фазе забирать будут первые стаки значит будет точить первые виллажа с него будешь забирать кук мастер до 4 стака но при этом все кто стаки забирает им нельзя сдохнуть курюк ты тоже да умеешь потом ты короче будешь играть а потом потом уже я был им там будем смотреть или ханту по командам или чё там еще зависит от того сколько слизи будет чем на полу куда на полной рыбу на полный виллаж повышен так у меня тут наверно ах ты и пану потому что мы полностью на полную рыбу не сможем удерживать